Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как он говорит, хулиган в прошлом Только прошлое у него такое краткое Ему и теперь-то 25 Что это прошлое, естественно, все еще длится в настоящем В его степах Вот это мой двор Мой дом, где я прожил лучшую половину своей жизни Я прожил здесь 10 лет Тут ничего не изменилось, тут все по-старому, как было Ну вот прибавились решетки на окнах, может быть И надписи стали не по-русски на стенах, а по-английски Что еще? Ну и тут поумирала, наверное, большая часть моих любимых людей Вот, кто от наркотиков, кто от чего-то еще Вот, но в основном от наркотиков Вот Те, кого я любил, и кого я уважал Боря, а вас вообще много били, нет? Били много, да Да, били Что так? А как-то у нас всех били, и все били кого-то Вот, то есть было такое, да Кто-то кого-то бил всегда постоянно Вот у нас на каждой как бы было такое Раз в день как бы на шоу такое было Кто-то кого-то бил Меня били, я бил Вот так вот было, да Что, других развлечений каких-то не было? Или это было какое-то состязание о мужской доблести? Да нет, я не знаю Это просто было шоу Вот, и как бы это было здорово Все смотрели То есть если ты смотришь, то как бы Ты тоже участвуй Вот, нет, нормально У нас одному Одному молодому человеку даже написали Помню Написали в личном деле В драках не участвовал Но был частым подстрекателем Вот Но это было не, 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 как бы не хорошо Вот с такой характеристикой выйти Вот надо было, чтобы участвовал там В каждой драке Но это было бы здорово на самом деле А так это что это такое? Какая-то, не знаю, чиновничья Чиновничья характеристика В кварталах дальних и печальных Что утром серые и пустые Где выглядят смешно и жалко Сирени и прочие цветы Есть дом шестнадцатиэтажный Под домом тополь или клен Стоит усталый и ненужный Пустое небо устремлен Стоит под тополем скамейка И лбом уткнувшийся в ладонь На ней уснул и видит море Писатель Дима Рябаконь Он развязал и выпил водки Он нахер из дому ушел Он захотел увидеть море Но до вокзала не дошел Он захотел увидеть море Оно страдания предел Проматерился, проливелся И на скамейке захрапел Но море синее и голубое Оно само к нему пришло И радостное, и родное Заулыбался светло И Дима тоже улыбнулся И хоть недвижимый лежал Худой и лысый и беззубый Он прямо к морю побежал Бежит и видит человека На золотом на берегу А это я опять до моря Доехать тоже не могу Уснул, качаясь на качеле Вокруг какие-то кусты В кварталах дальних и печальных Что утром серы и пусты Первая любовь у меня закончилась удачно Вот, это была Была школьница такая вот Ирина Которая стала впоследствии моей супругой Вот, и которая впоследствии Родила мне замечательного сына Артема, который Совершенно очень талантливый человек На мой взгляд Вот, и очень такой Очень умный мальчик Вот, я думаю, что меня любили Гораздо Меня любило гораздо больше людей Чем, скажем, я любил Вот, я люблю одного человека Так вот, всю жизнь я любил Эту женщину Я эту девочку, да Когда я ее пострещал Вот, я ее сразу полюбил Когда я ее увидел впервые, да И вот, слава богу, у нас Скажем, уже 8 лет У нас не живем И все очень хорошо Вот так вот Субтитры создавал DimaTorzok Вот это Бывший дом пионеров Где прошла лучшая половина Моего детства Здесь я клеил самолеты Которые летали Хоть плохо Но летали А сейчас посмотрите Все разрушено К чертовой матери Ничего не осталось А скоро этот дом Вообще снесут И непонятно будет Куда прибить Мемориальную доску Придется ставить памятник Вот здесь А это народные деньги Опять народные деньги Померкли очи голубые Погасли черные глаза Стареют школьницы былые Беседки, парки Небеса Исчезли фасточки, манжеты А с ними весь ажурный мир И той скамейки в парке нету Где было вырезано Я сиживал на той скамейке Когда уроки пропускал Я для одной за три копейки Любовь и солнце покупал Я говорил ей Не бы лиц И умрем И все начнется вновь И все на свете повторится Скамейка счастья И любовь Исчезло все Что было мило Что только началось Любовь и счастье Мимо, мимо Скамейки в парке Пронеслось Осталась глупая досада И тихо Злит меня опять Не то, что говорить не надо А то, что нечего Сказать Былая школьница По плану У нас развод Да будет так Прости былому хулигану Что там Поэзию и мрак Я не настолько верю в слово Чтобы как в юности Тогда сказать Что все начнется снова Ведь не начнется Никогда А вы читали Дон Шиланский Список Пушкина Ну то он же небольшой Вот Ну как На что человек Ну это я не знаю Мне кажется Пушкин прихвастнул Мне кажется Он был человек Очень такой Очень такой Положительный Я могу Запросто Прихвастнуть Но вот сейчас Мне нет Не хочется Но если бы Допустим Мне хотелось Я бы прихвастнул Нет сейчас Мне не хочется Хвататься Боря А может вы уже С себя Такого бронзового Безупречного поэта Уже С безусловной Такой Безупречной Репутацией Уже ваяете Ну я ваяю Да Конечно Ну как так Дитя автор Чермета Да Дравшийся Кстати Имевший Разных Сомнительного рода Друзей Любящий Выпить водочку И вдруг Совершенный Прочерк По женской части Ну да Да нет Почему Нет Ну просто Я люблю одного человека И любил одного человека И как-то вот так вот Получилось у меня в жизни Вот Что вот С этим человеком Не знаю Ну вот Элеонора Ну поверите мне Я Не знаю Ну может действительно Да мне-то что Либо жена поверила Не беду коллективный Мужчина Вот Но Нет Жена мне верит Я верю жене Я думаю Что в этом все нормально Я считаю Что так и должно быть На самом деле Что в принципе Как бы первая любовь Должна заканчиваться Удачей Вот А не трагедией Трагедия она в другом В чем-то Она как бы вот Она есть вообще В том что ты родился И в том что ты толчешь В рифму Вот Потому что ты не пишешь Прозву А ты пишешь в рифму А почему ты пишешь в рифму Это трагедия Вот И трагедия Ты не можешь писать Вот просто писать Сесть и писать Вот и все А зачем мне еще Какие-то трагедии Вот говорят Поэту нужна трагедия Да трагедия поэта В том что он поэт Вот и все Больше никаких трагедий У него не должно быть Так сказать Творческое наследие Бориса Рыжего Пока невелико Но уже высоко оценивано Он стал лауреатом Литературной премии Антибукер За единственную публикацию В московском журнале Знамя Факт Без прецедентов Сколько денег Премия получила Четыре тысячи долларов Да Нормально Это вот недавно? Да Это уже когда Потрясся Да? Угу Они выдали мне Короче налички Деньги Вот такими русскими названиями Рублями Просто рублями Курсовый название Да Я еду в такси Вот Короче И Чертония Короче Вот таких Две пачки Пицца Круглёв Короче Вот У меня в одном Командии В другом Короче Я еду в такси Вот И меня подмывает Не могу Понимаешь Не могу Знаю что Могут Вот Взглянув на Торчермет Может быть С некоторой Иной точки Что это вообще За место Ведь это Как бы Очень родное Вам место И от которого Вы уже Совсем Отошли Я не отошел От него Это действительно Родное место И Я не знаю Что я испытывал Вот Когда я один Приезжаю Да Туда Скажем Тогда я действительно Что-то испытываю Какое-то Такое Не ностальгия Что-то такое Какое-то Такое чувство Что Вот Что Вот Я здесь Жил Я не знаю Даже И Здесь меня знают Как просто Вот меня Именно Да Что я там Ничего Я ничего не сочиняю Им совершенно По барабану Да Там Пишу Я не пишу Вот И они меня любят За то что я есть Какой бы я ни был И я их люблю За то что они есть Какими бы они ни были Эти люди Вот и все А Сегодня Сегодня Я не знаю Сегодня я вряд ли Испытал это чувство Потому что Какое-то Вот такое Потому что Я был весь Погружен В работу Я ходил Там Я там Как-то Еще Что-то Показывал Что-то Вот Мне было интересно Просто Как вот так Съемка И все Такое Вот Вот так Я был весь Погружен В эту атмосферу А не в атмосферу Любви Может поэтому Я как-то там Цинично Немножко Сказал О каких-то вещах Приобретут Всеевропейский Лоск Слова Трансазиатского Поэта Я позабуду Сказочный Свердловск И школьный Двор В районе Вторчер Мета Но где бы мне Не выпало Остыть В Париже Знойном Лондоне Промозглом Мой жалкий Прах Прошу Похоронить На безымянном Кладбище Свердловском Свердловском Пускай Пускай свистит Протяжно А женщина Что не была Со мной Альбом Откроет И закурит Важно Она откроет Голубой Альбом Где наши лица В будущем Согреты Где живы мы В альбоме Голубом Земная Шваль Бандиты И поэт Развонили И сказали Что Борис Вот там Тудым-сюдым Готовьтесь Напишите Там Какое-то Слово Вступительное Еще Да Ну что-то такое Типа Там Нобелевские речи Ну я Навалял У меня Самое Короткое Такое Слово Хотя Эти никто Не читал Они боялись Выйти прочитать Перед московской Публикой Там что-то Там свое Что они говорят Вот они так Газетку отдали И все Их потом опубликовали Вот я читал Единственный Из всех Вот Я нормально Прочитался Там Сказал Что я хотел Сказать Вот Ну Ну и все Вот А потом я просто Приехал Получил А потом был бы Какой-то там Шикарный банкет Ну там были Такие например Вещи интересные Вот мне Звонят Например Какой-то Нашей студии Да Вот Телевизионной И говорят Борис Вот мы вас приглашаем Там Тудым-сюдым Там Пятое-десятое Расскажите Про Табакова Понимаете Я на фотографиях Я его сейчас вижу Мне вот прислали Там Табаков А Табаков И Вознесенскому Я вижу Их на фотографиях Я их там Не видел Вот Совершенно Это люди Для меня Совершенно Ну Не имеющие Никакого Значения Вот Они Совершенно Для меня Это отсутствует Вот Табаков И Вознесенский Ну Что это Такое Вот Для меня Были важнее Гораздо Гораздо Важнее Другие люди Вот Я обращал Внимание На Совсем Иное Что-то Вот Ну На тех Кого я люблю А люблю я Не тех Кто известен А я Совершенно На все эти Антибукеры Букеры Там И еще Что-то Я совершенно Не знал Что там Как Там И к чему Вот Я знаю Что Я знал Что Сергей Гондлеский Например Отказался От Антибукера Вот Это человек Глубоко Мною Уважаемый Вот И я с ним Говорил Потом об этом Но Я не мог Отказаться Потому что Там были В жюри Были люди Которых Я очень уважаю И люблю Это был Евгений Рейн Вот Илья Фаликов Поэтому Как бы Отказываться Было просто Ну Обидеть Этих людей Я не мог Потому что Я действительно Очень ценю Это очень чистые люди И совершенно Обалденные поэты В свободное время Между Вторчернетоскими Драками Разборками И писанием Качественных стихов Борис Рыжий В 17 лет Женился Атом Окончил Уральскую Горную академию А на досуге Стал однажды Победителем Городского турнира По боксу Через юнче Восьмидесятые Усатые Хвостатые И полосатые Трамваи Дребезжат Бесплатные Летят снежинки Аккуратные Фигово жили Словно не были Пожалуй Так оно Однако Гляди сюда Какими лейблами Раскрашена Моя телага На спину Левис Пришпандорина Вест Айланд На рукав Пришпилина Пятерублевка Что надорвано Изъято У Сереги Жилина 13 лет Стою на ринге Загар бронёю На узбеке Я проиграю В поединке Но выиграю В дискотеке Пойду в общагу ППУ Гусар Повеса Из повес Меня Обуют На мосту Треухоля Из ППС Я услышу Поутру Очнувшись Головой На свае Трамваи Едут Понутру Под мостом Дребезжат Трамваи Трамваи Дребезжат Бесплатные Летят Снежинки Аккуратные Я жду только новых стихов Вот и всё Больше ничего не жду Я никогда не ждал Ничего большего Я ждал только новых стихов Вот и всё Никаких денег Никаких премий Ничего я не ждал Вот Говоря о том Что мне этого не надо Это конечно Это было привлечение Мне это нужно Вот Для того чтобы Поддержать Как-то там Себя Там Свою семью Вот Своих друзей Наверное Вот А Ну не знаю Если Как бы Будущее Что такое будущее Я пройду Как по Дублину Джойс Сквозь косые Дожди проливные Приблотнённого Города Сквозь Все его Тараканьи Пивные Чего было Того уже нет И поэтому Очень печально Написал бы Уральский поэт У меня получилось Случайно Подвозили Наркотик К пяти А потом До утра Танцевали И кенту Спартаком Лебеди Неотложку В ночи Вызывали А теперь Кто дантист Кто говно Кто владелец Нескромного клуба Идиоты А мне Всё равно Обнимаю Целую вас В губы Да иду Как по Дублину Джойс Дым табачный Вдыхая до боли Я не любовь Для моего голоса Я любовь Для моего Взывания Только Вдыхая до боли